Итак, добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги и новички, которые присоединились к нашему прямому эфиру, которых интересует своё здоровье, благополучие. Я рада всех приветствовать. И сегодня у нас очень интересная тема – осенний детокс. В принципе, я думаю, что термин «детокс» или «детоксикация» слышали, наверное, многие. И здесь у нас есть очень похожий термин «интоксикация». Что же это значит «интоксикация» и «детоксикация»? Я хочу начать именно с этого. Смотрите, когда человек заболевает, в организм поступают разного рода вирусы, бактерии, плюс, естественно, какие-то лекарственные формы, аптечные формы, химические, как правило, по происхождению. А организм, естественно, борется всеми силами и перерабатывает вот эти токсины различного характера. И организм, получается, засоряется, грубо говоря. Это называется «интоксикация». Чтобы вывести человека из состояния болезненности, которое вызывает и воспалительные процессы, высокую температуру порой, плохое самочувствие. Всем вам знакомые симптомы интоксикации. Врачи их четко называют. Это и ломота во всем теле, и головные боли, долго не проходящие. Вот чтобы это все убрать, нужно вывести токсины из организма. Организованный процесс вывода токсинов, шлаков, продуктов распада. Сюда же и гельминты относятся, и продукты их распада. Вот этот процесс и называется детоксикацией. Когда мы говорим о состоянии человека после болезни, здесь мы учитываем все факторы индивидуально, конечно же. И учитываем возраст, учитываем анамнез человека, какие есть хронические у него, допустим, заболевания. То есть мы должны грамотно, консультанты Вивасан должны грамотно подобрать программу восстановления, включая, естественно, и начальную стадию восстановления. Это именно детокс, детоксикация. А сегодня наша тема осенняя детоксикация, то есть осенняя очищение организма. Почему именно осень, спросите вы? Вот смотрите, осень – это пора межсезонья между такими яркими сезонами, как лето и зима. Осень – нейтральная пора. Летом организм человека подпитывался витаминами, минералами естественного характера. В основном, да, это у нас сезонные овощи, фрукты в большом количестве, выращенная натуральными в основном способами. Соответственно, организм должен находиться в довольно таком хорошем ресурсном состоянии к осени. А зима у нас считается время, ну, как все в природе спит. И для человеческого организма зимняя пора – это, в общем-то, шоковое состояние. И вот чтобы подвести организм в хорошем состоянии, ресурсном, активном, к зиме, чтобы избежать различных вирусных заболеваний, чтобы не было серьезных проблем со здоровьем, осенью рекомендуется проводить максимально процедуры, причем рекомендуется даже врачами официальной медицины, которые поддержат людей с хроническими заболеваниями. И в любом случае очистка определенного организма, работа прежде всего с печенью, с кровью, да, с основными системами, вот поможет вести любого человека, любого возраста в хорошее работоспособное ресурсное состояние. Врачи что предлагают, да, вот что предлагает наша официальная медицина? В основном это система внутривенных, да, каких-то капельниц, которые выводят вот различные шлаки и токсины. Опять же, препараты назначаются, работающие с печенью. В аптеке их содержится довольно много, в наших аптеках. Единственное, что, как бы, конечно, мы говорим сейчас не об аптечных препаратах, а о продуктах натуральных, продуктах, произведенных в Швейцарии, и мы основываемся на уже многолетней практике и рекомендациях врачей, которые уже много лет работают с данной продукцией. Как я уже сказала, прежде всего процесс детоксикации, вывода токсинов, шлаков, гельминтов и всего, что мешает нашему организму, нашей клетке нормально работать, вот этот процесс, он запускается в печень. Печень – это основной такой перерабатывающий орган нашего организма, орган, от которого зависит очень много, потому что от того, как печень справится с выводом побочных продуктов, продуктов распада, скажем, зависит состояние крови нашей. Кровью переносятся все полезные вещества в любые органы, так же, как и вредные вещества. То есть от состава крови, от того, чем она наполнена, зависит, конечно, здоровье всех систем и органов нашего организма. Что предлагает Вивасан для печени? Что предлагает Швейцария? Это всем известный коллегам моим, потребителям, для новичков, вот сейчас я скажу, кто может быть незнаком с этой продукцией. Прежде всего, для детоксикации необходим артишок. Артишок горький, да, его научное название, хотя на самом деле он не горький, а вкусный. Сейчас он вот в таком объеме выпускается, пол-литра. Его применяют в первые дни жизни. То есть здесь можно не опасаться. Единственное, всегда осторожно людям с желчно-каменной болезнью, чтобы не было камней в вентильной протоке или рядом с ним. Или если желчный прямо вот забит камнями, конечно, мы в этом случае тогда рекомендуем не артишок, а ультразащиту печени. Это экстракт расторопших, всем известный, в капсулированном виде, в большой концентрации, с максимальным усвоением. Здесь нет абсолютно никаких противопоказаний. Если человеку там, допустим, неудобно принимать жидкие формы по той или иной причине, можно заменить вот таким капсулированным продуктом – артишок с холином и расторопшей. Комплексный продукт сразу идет – и очищение, и восстановление клеток печени. Но опять же, тем, кому противопоказан артишок, этот продукт не применять. Тогда останавливается человек только на ультразащите печени. Осеннее очищение организма – это где-то 2-3 месяца. То есть с захватом можно захватить декабрь. Это оптимальное время для проведения вот такой глобальной чистки организма. Еще есть очень известный продукт – это экстракт грейпфрутовых косточек. По существу это, да, называют самая компактная аптечка в мире. Почему мы сейчас обращаем на это внимание? Потому что он губительно воздействует на всю патогенную флору организма. То есть это и грибки, и вирусы, и разные виды паразитов. Комплексно работает, да. И, соответственно, что он делает? Он убивает всех вот этих товарищей, о которых я сейчас сказала. А вывести их окончательно через желудочно-кишечный тракт помогает флорамакс, который содержит три вида лактобактерий в максимальной концентрации. Дается и детям, и взрослым, работает по всем отделам кишечника. И вот еще что интересно. Когда мы работаем с детоксикацией, максимальная очистка организма идет, восстанавливается микробиоциноз кишечника. А это, как мы все знаем, основа нашего иммунитета, основа иммунной системы. Что еще рекомендуется? Что еще мы можем рекомендовать в программе детоксикации? Потому что на самом деле продуктов Вивасан очень много, которые работают как расшлаковщики на клеточном уровне разных систем и органов. Есть вот такой продукт, как бузина, экстракт бузины черной в жидкой форме. Жидкие формы наши хранятся в открытом виде только в холодильнике, потому что не содержат никаких консервантов, ни спиртов, ни сахаров. Срок годности, конечно, в открытом виде ограничен. Экстракт бузины работает каким образом? В данном случае я касаюсь только процесса детоксикации. Других свойств продуктов я сейчас не затрагиваю. Бузина у нас – это великолепный очиститель почек. Мочеполовая вся система. А кровь, как мы знаем, пройдя очистку печени, идет дальше по кровеносной системе и поступает в том числе в почки. И в почках происходит дальнейшая фильтрация, и конечный продукт, вот моча, это ультрафильтрат крови. Поэтому бузине отводится очень важная роль в регуляции и хорошей, правильной работе почек. Убираются все воспалительные моменты мочеполовой системы, когда человек пьет бузину. И, что немаловажно, бузина отлично себя зарекомендовала в очищении лимфы. А лимфе уделяется огромное внимание, ну, скажем так, медиками, потому что лимфосистема – это тоже фактор огромного значения в иммунной системе нашего организма. Все шлаки, все токсины, все отработанные материалы, да, все это сбрасывается в лимфосистему, поступает в лимфоузлы, должно быть переработано и утилизировано, и выведено в дальнейшем из организма, да. И без лимфосистемы невозможно этот процесс запустить и провести нормальным, правильным образом. То есть бузина – это продукт номер один в работе с лимфосистемой, устраняет застой лимфы, потому что если лимфа будет застойная, то, соответственно, все эти шлаки, продукты распада, они тоже будут складироваться у нас, как в мусоросборнике. И, естественно, будут мешать нормальной работе иммунной системы в том числе. Еще один продукт, на котором я хочу заострить внимание, который хорошо использовать тоже в программе детоксикации – это зеленый чай. Зеленый чай с мятой, перечной. Концентрат таков, что в одной таблетке этого продукта, это таблетированная форма, содержится приблизительно активного вещества, как в 15 чашках высококачественного зеленого чая. А мы знаем, что зеленый чай крайне полезен для организма, что он содержит вещества, которые, то, что они необходимы, это да, они еще являются онкопротекторами, они еще выводят токсины на клеточном уровне всех органов и систем, абсолютно всех. Поэтому этот продукт является одним из важнейших в процессе детоксикации. Следующий продукт Вивасан, о котором я хочу поговорить, это Нигенол. Капсулы черного тмина. Я всегда говорю, есть пищевой черный тмин, масло черного тмина, продается в магазинах эко-продуктов, да, то есть очень полезный продукт для здоровья, но здесь у нас лекарственная форма черного тмина. Один из сильнейших расшлаковщиков, почему и входит в систему очищения. Убирает все воспалительные процессы, вытаскивает из клеток те шлаки, которые не смогли вывести, допустим, артишок, ультразащита печени, бузина и так далее. То есть работает очень-очень глубоко. Дозировки могут быть разные, так же, как и у других продуктов. Есть минимальные дозировки, есть максимальные. Но здесь, когда идет процесс детокса, мы обычно работаем на средних дозировках любого продукта. Так вот, Нигенол, конечно, мы рекомендуем пропивать тоже не одну пачечку желательно. Хочу сказать, что когда идет процесс детоксикации, мы используем и продукты для очистки печени, для очистки крови, комплексный такой продукт, как Нигенол, такой комплексный продукт, как зеленый чай. Вот эти все токсины у нас возникает вопрос, каким образом они выводятся из организма. То есть мы поговорили уже о желудочно-кишечном тракте, о мочевыделительной системе. И у нас есть еще одна выделительная большая система. Эта система – это кожа. Когда идет такая интенсивная детоксикация, одномоментно мы обычно рекомендуем человеку, ну рекомендуем, и можно применять до пяти продуктов. Можно и меньше, но в принципе до пяти, если активно работать с организмом. Так вот, наша кожная система может отреагировать, могут быть различные высыпания. Пускай человека это не пугает, это ни в коем случае не проявление каких-то там аллергических реакций, а это еще одно выведение шлаков и токсинов просто через кожу. Это, скорее всего, не у каждого человека случается. То есть со мной вот в жизни ни разу такого не случалось. Но я знаю, что есть люди, у которых, да, бывают высыпания, довольно неприятные на коже, они потом проходят. Да, какой вопрос был? А можно я спрошу? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а какие противопоказания к применению артишока? Ну, противопоказания, во-первых, чаще всего это удаленный желчный пузырь, хотя я знаю людей, которые используют артишок и хорошо его переносят даже в стандартных дозировках, имея удаленный желчный пузырь. Но вообще это является противопоказанием. А также камень в вентильной протоке желчного пузыря или обилие камней, когда желчный пузырь буквально забит камнями. То есть это противопоказание, потому что артишок очень сильное, желчегонное, он может двинуть эти камни. Ой, вы знаете, можно я с вами не соглашусь? Дело в том, что камни-то как-то надо убирать. Ну, здесь мы спорить с врачами не будем. Просто надо дозировочку как бы поменьше делать. Давайте так, мы спорить с врачами не будем. Камни камням рознь, я уже сказала. Камни могут быть мелкие, и тогда артишок назначается. Просто, да, действительно, дозировки мы смотрим какие. Может быть, просто там даже не камни, а взвесь какая-то. То есть еще камни не образовались, допустим. Вот, но если есть, услышьте меня, камень в вентильной протоке, в вентильной, то есть рядом с устьем в вентильной протоке, или действительно огромное количество, ну, забит камнями желчных, действительно, есть люди, у которых это встречается, то тогда нет, то тогда нет, мы не берем на себя эту ответственность. Услышьте, это не просто рекомендации врачей, это уже требования. Потому что мы работаем с продуктом по существу лекарственным. То есть это лекарственные формы, хотя они, ну, натурального, не химического происхождения. Но они настолько сильные, почему они являются лекарственными, что они оказывают сильнейшее воздействие на организм. Понимаете? Поэтому есть вещи, с которыми шутить нельзя. Если врачи сказали нет, значит нет. Я с вами абсолютно согласна, если камень находится в вентильном протоке, это я согласна. Да, а остальные доводы, вы меня извините. Подождите, удаленный желчный пузырь вы будете спорить с врачами? Удаленный желчный пузырь. Если желчный пузырь удален, то артишок, он показан, и он будет здесь работать как маленький желчный пузырь. И таким больным нужно назначать не два раза в год, осенью и весной, а четыре. И он будет работать как маленький желчный пузырь. Желчный пузырь удалили, но желчекаменная болезнь никто не отменял. Она осталась. Поэтому артишок в этих случаях он показывает. Пожалуйста, то, что рекомендуют наши врачи. Видимо, вы медик, я так понимаю, или близко к медицине. Да, совершенно верно, я врач. Врачи в этом случае рекомендуют ультразащиту печени. Ультразащиту печени. Если внимательно изучить свойства расторопши, да, она тоже является желчегонным, только более мягким по сравнению с артишоком. И ее свойства таковы, что она будет регулировать процесс, да, вот как бы соответствующие процессы в печени, улучшать общее состояние пациента, да, человека без риска побочных эффектов. То есть если вы даете такие назначения, это только, ну, ваша ответственность, да, лично ваша, как врача. Вот мы основываемся на рекомендациях наших серьезных коллег, вот, работающих с этими продуктами очень долго, и тем более мы основываемся на опыте швейцарских специалистов и на их рекомендациях. Еще один продукт, который помогает провести и, скажем, даже провести заключительный этап детоксикации, это забота о клетке, уникальный продукт, основанный на открытиях японских ученых, ученых, которые получили Нобелевскую премию в 16-м году, да, в 2016 году. Это процесс аутофагии, переработки поврежденных клеток, да, идет колоссальный процесс в организме, с помощью вот этого продукта мы его активируем, когда на основе переработки старых клеток воссоздаются, идет регенерация новых молодых клеток. Процесс, который, если будет безостановочным, практически дарит нам вторую жизнь, да, то есть мы убираем с помощью этого продукта старые отработанные клетки любых органов и систем. Это и головной мозг, и прочие органы. Еще один продукт, который можно также включить в систему детоксикации, это куркумин. Солиорапиином, тоже ноу-хау швейцарских производителей, завод Гельпель, микрогранулы. О куркумине сейчас много говорят в научных кругах, в околонаучных кругах. Шикарное вещество, которое содержится в полезном продукте куркуме, но там усваивается только на 3-5%. Таковы свойства природного куркумина. Здесь природный куркумин заключили в микрогранулы, мельчайшие с добавлением полиорапиина из листьев оливы, и пепперина из черного перца, которые усиливают биодоступность. И вот благодаря этим технологиям здесь усвоение достигает 95%. Работает по всему желудочно-кишечному тракту. Кому нравится этот продукт, его тоже можно включать в систему детокса. Является и великолепным онкопротектором, особенно по желудочно-кишечному тракту. Сейчас я разобрала большой спектр продукции, которую можно включить в программу детоксикации 2-3-месячную, постепенную, в течение осени и начала зимы. И тогда вы защищаете свою иммунную систему, вы максимально освобождаете свои органы и системы организма от побочных веществ и от вирусов, и от бактерий болезнетворных, и от грибков, и от гельминтов. Тоже максимально. То есть чем больше мы очищаем свой организм, тем большую силу он приобретает в борьбе с наступающим зимним сложным периодом. Есть у нас еще несколько помощников в этом процессе. Это наши эфирные масла. Это вот отдельная тема. Масел, так же как и продуктов жидких, таблетированных, капсулированных, у нас также много довольно-таки, которые обладают свойствами детоксикации, которые убирают загрязненность эту, зашлакованность организма, убирают вирусы, убирают бактерии, убивают их и выводят. Их на самом деле много, таких эфиров. Вивасан располагает эфирными маслами самого высокого качества, которые мы используем разными методами. Это, конечно, ингаляции, вдыхание, да, холодные, когда мы можем просто капнуть на салфетку любое эфирное масло и подышать. Либо мы используем аромодиффузоры, аромалампы также. Мы используем через кожу, это массажи, это ванны. Ну, словом, методов много использования, да. Один из уникальных методов, да, использования эфирных масел швейцарского завода Александра Роматика – это прием этих масел внутрь. То есть они являются еще и питьевыми. Многие люди не слышали об этом, не знают. Вот если у нас на эфире присутствуют новенькие, или потом будут записи слушать. Значит, я хочу сказать, что эфирные масла принимаются, используются только по определенным правилам. Обязательно использовать эмульгатор, вещество, которое как бы разводит, ну, я не могу сказать, растворяет в себе, но разводит в себе эфирное масло, да, это впитывает, да. Это сахар, мед, молоко, кефир, любое растительное масло для приема внутрь. То есть без этого масла внутрь не принимаются, иначе, ну, побочные эффекты будут очень серьезные. И нельзя превышать рекомендованные дозировки, но это уже отдельная тема. Сейчас я хочу остановиться на основных, скажем, маслах, обо всем говорить невозможно, на основных, которые мы используем, ну, вот, для решения данного вопроса, да, детокса. Это эфирное масло лимон, лимон месинский у нас, чистый стопроцентный эфир. Если мы применяем курсом, а здесь мы говорим о программе детоксикации, то это одна капля утром, одна капля вечером на эмульгатор, о которых вот я говорила ранее. Запиваем обязательно водой и пропиваем так строго 21 день. Можно масло лимона пропить несколькими курсами, вплоть до трех, но между ними делать перерыв в семь дней. То есть три недели пьем, неделю отдыхаем. Опять три недели пьем, неделю отдыхаем. И можно третий курс провести точно так же 21 день. Эфирное масло лимона является и антибактериальным, и противовирусным средством. Помимо этого, это великолепное очищение той же самой печени. Это очищение сосудов. Следующее эфирное масло, которое можно использовать для детоксикации. Причем мы используем только одно масло. Одновременно мы не можем принимать сразу несколько масел в программе. В большой такой вот определенной программе. Значит, если мы не пьем масло лимона, мы можем использовать эфирное масло чайного дерева с манукой и канукой. Помимо того, что это антибиотик и противовирусное также средство, это еще и противогельминтозное средство, и противогрибковое средство. То есть это вот такой чистильщик организма. Мы не скажем, что это прямо чистит печень или чистит почки, или чистит кровь. Нет, это работает на патогенные все микроорганизмы. Естественно, укрепляет иммунную систему. Также пьется такими же курсами. 21 день по одной капле утром, одной капле вечером. Но его часто еще рекомендуют пить в хлебной капсуле. То есть взяли кусочек хлеба, туда одну капельку чайного дерева, закрыли, сделали как капсулку, прожевали и запили водичкой. Я бы хотела еще сказать о таком великолепном, очищающем, скажем, эфирном масле, как масло фенхеля. Масла на выбор предлагаются. Еще раз повторяю, параллельно мы не пьем курсом сразу несколько масел. Только одно выбираем. Чем же хорошо масло фенхеля? Ну, наверное, это вот тем, у кого есть показания, у кого есть проблемы, определенные с желудочно-кишечным трактом. Это тоже противогельминтное средство, хорошее фенхель. И вот при определенных проблемах с печенью, поджелудочной железью, он хорошо, хорошо фенхель помогает, стимулирует работу кишечника, если у кого-то есть запоры. То есть можно провести такой вот детокс желудочно-кишечного тракта в основном с эфирным маслом фенхеля. Но что я еще хочу сказать, что у нас довольно много курильщиков. И вот когда мы работаем с эфирным маслом фенхеля, оно великолепно очищает еще легкие и бронхи. То есть работает по бронхолегочной системе. Человек имеет возможность избавиться от бронхита курильщика, очистить свои легкие бронхи от слизи накопившейся. Тоже своего рода вот такой детокс. Такой же курс, одна капля утром, одна капля вечером, на эмульгатор запить водой 21 день. Больше масел я пока не буду говорить, хотя на самом деле там много у нас масел, обладающих очищающими такими выводящими токсины свойствами. Но это уже может быть будет отдельная тема у нас по ароматерапии. Последний продукт, на котором я хочу остановиться, это тоже из серии ароматерапии эфирные масла. Это композиция I'm Strong. Сюда входит набор эфирных масел, которые отлично себя зарекомендовали в работе с желудочно-кишечным трактом. Поэтому я бы тоже сказала, что это великолепное средство, которое можно использовать в программе детокса. Но это не питьевой вариант, не питьевой. Используется наружно. Можно использовать наружно на область печени, на область всего желудочно-кишечного тракта, разведя на базовом креме кимьян или на базовом масле. У нас есть базовые масла и жужоба, и авокадо, и органа. Пожалуйста, можно их использовать. Крем кимьян я рекомендую, потому что тоже, когда идет программа очистки, особенно желудочно-кишечный тракт, там, конечно, могут быть небольшие неприятные ощущения у человека. И вот крем кимьян будет их снимать, а вот эта композиция активизирует еще работу печени очень хорошо. Можно также в пупочек прямо одну капельку. Вот здесь уже я не скажу, что есть там определенный курс, но вот можно периодически использовать в осеннее, зимнее вот это время, время детокса. Еще раз подчеркиваю, что, конечно, мы подходим индивидуально к программе детоксикации, учитывая индивидуальные моменты, обязательно учитывая возраст. Ребенку такую широкую детоксикацию, конечно, не следует проводить, не нужно, но артишок и флоромакс всегда полезны, зеленый чай всегда полезен. Поэтому, пожалуйста, применяйте и деткам, укрепляйте их иммунную систему и максимально выводите все, что накопилось ненужного в организме. Чем больше мы выводим, тем как бы чище и сильнее становится наш организм. Ну, теперь я жду вопросов. Здравствуйте, Наталья. Подскажите, пожалуйста, вот при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, можно ли внутрь пить грейпфрутовую косточку, чайное дерево, или это довольно будет агрессивно для слизистой? Вы знаете, у нас есть вообще программа лечения язвенной болезни, желудка и двенадцатиперстной кишки. И обязательно в лечении мы учитываем моменты обострения и ремиссии. В моменты ремиссии назначается экстра грейпфрутовых косточек, назначается полностью там вся программа. Когда идет обострение, это часто бывает именно в осенний период, в весенний период, а там, конечно, с ограничениями. Если идет период обострения, здесь уже в той программе, о которой я сегодня говорила, здесь нет речи. Здесь в основном идет противовоспалительная терапия. И обязательно используются омеги наши в усиленной дозировке. Даже так? Да, даже так. То есть в двойной дозировке наши омеги, они очень быстро справляются с этой проблемой и рубцуются язва. Так, а если еще есть панкреатит хронический, холецистопанкреатит, тоже тогда какой-то немножко другая должна быть? Конечно, здесь идет программа чисто по холецистопанкреатиту или просто панкреатиту. Да, мы собираем анамнез, и, скажем, идет тогда комбинированная программа. Но обязательно учитывается период, в котором сейчас находится человек по данному заболеванию. Это ремиссия или острая стадия. То есть вот это первоочередное, что учитывается. Это уже отдельная тема. А вы из какого города, подскажите? Из города Санкт-Петербурга. Из города Санкт-Петербурга. У вас там же есть офис очень хороший, представительство. Насколько я знаю, там врачи есть, у которых можно получить консультацию. Ну и руководитель офиса очень компетентна, Тамара. То есть можно получить рекомендации, составить индивидуальную карту здоровья. У нас это так называется. Спасибо. Просто немножко затруднена транспортировка, скажем так, пациента. Поэтому осмотр... А зачем его транспортировать? Вы можете и по телефону связаться, либо кто-то, родственники человека могут подъехать в офис и все разузнать, расспросить, вживую уже проконсультироваться. А у вас в частном порядке можно будет проконсультироваться? Да, можно. Просто не в этом эфире, да. Нет, естественно, естественно. Да, конечно, да, можно. Ну, у нас есть чат по прямым эфирам. Вы обратитесь туда, и мы решим с вами потом, как лучше связаться там, да. Спасибо. Спасибо. Можно пить при очищении витамины чернику. Смотрите, вот вопрос, да. В принципе, чернику можно пить при очищении. Она не является, ну вот скажем, ярким таким продуктом детоксикации. Да, вот сказать, что она детокс какой-то такой вот явный проводит, такой как артишок, ультразащита печени там, допустим, или экстрагрифрутовых косточек, или в конце концов нигенол. Там немножко, да не то, что немножко, там другое действие. Чернику мы обычно назначаем как, ну скажем, как витаминный комплекс прежде всего, да, поддерживающий витамины. Есть определенные показания для черники, да. Вот. Но дело в том, что она будет все равно усваиваться. То есть она не будет выводиться из организма, да, вот моментально. И она усваивается еще при попадании в ротовую полость. То есть для черники, по существу, неважно, в каком состоянии находится желудочно-кишечный тракт, потому что ее усвоение происходит в ротовой полости. Здесь такова формула данного экстракта. Поэтому если есть необходимость, вы можете подключать ее сюда, да. Наталья, добрый день. Будьте добры, скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, средняя дозировка приема нигенола? Ну, мы ориентируемся на, опять же, данные наших коллег, врачей. У нас дозировки идут 1-3 капсулы в день. По факту так мы смотрим, да. То есть средняя дозировка, значит, 2 капсулы в день. Вот если исходить из этих моментов. Спасибо. Здравствуйте, Наталья. А подскажите, пожалуйста, вот мы все переболели, много народу переболело ковидом, нас тоже накормили таблеточками, у нас у всех пошло высыпание. Нам что лучше принять сейчас для очистки этих лекарств? Ну, прежде всего, если у вас нет противопоказаний к артишоку, значит, пропейте артишок, пропейте ультразащиту печени, флоромакс и нигенол. Спасибо. Да, а можно уточнить, вот масло лимона, вы сказали, очистка сосудов. А что именно подразумевается? Что там холестериновые бляшки или что-то? Да, да, да. Смотрите, ну, масло лимона на самом деле не только по сосудам работает, но, коль мы остановились на сосудистой системе, да, препятствует отложению холестерина, уменьшает, улучшает показания, да, по холестериновому обмену и работает по печени в этом плане, потому что холестериновый обмен происходит именно в клетках печени, поэтому лимонное масло хорошо работает, налаживает вот этот процесс. А вот сейчас после ковида говорят о том, что там микровоспалительные процессы в сосудах идут. Вот что-то на это целенаправленное есть? Ну, опять же, да, да, конечно, я скажу о негеноле. Негенол и забота о клетке. Вот обратите внимание на эти два продукта в постковид. Но без работы с печенью, с желудочно-кишечным трактом, ну, как бы, понимаете, здесь нужно сочетать это. Если вы провели работу с желудочно-кишечным трактом, ну, тогда хорошо, работайте с сосудами. Если вы этого не делали, тогда, конечно, нужно сочетать это все. То есть артишок, ультразащита печени или, по крайней мере, артишок с холином с расторокшей, флоромакс, вот, ну, негенол и там эфирное масло лимона, понимаете, вот там уже аглиократ можно позже подключить. Потому что омегу мы рекомендуем в постковид, причем даже можно в усиленных дозировках некоторое время омега пьется там. Хорошо, спасибо. Наталья, тут в чатах вопросы. Наталья Трухачева задает умный вопрос. Сейчас попробую правильно выбрать. Программа антигельминтная? Антигельминтная, да. Есть у нас программы, да, борьбы с гельминтозами, но давайте уже это, сейчас об этом говорить сложно, потому что на самом деле вопрос неоднозначный. Да, артишок у нас работает в этой сфере. Ультразащита печени, там, допустим, лямбли в печени даже убирает прекрасным образом. Знаю, было у меня в практике такое. Грифрутовая косточка работает с гельминтами, фетхель работает с гельминтами, чайное дерево работает с гельминтами, масло гвоздики работает с гельминтами. Ну, то есть тут много. Нигенол работает с гельминтами и флоромакс обязательно. То есть тут уже программа подбирается в зависимости, ну, я говорю, вот индивидуально. И вот еще Галина спрашивает, нужно ли делать перерывы для омеги? Да, вот этот вопрос я увидела. Омегу мы можем пить, ну, опять же, детей там, там с детьми отдельная история, там, да, можно делать перерывы, бывает даже нужно делать перерывы, возраст, там многие вещи учитываются. Если мы говорим о взрослом человеке, то омегу пьем мы ведь в лечебно-профилактической дозировке, да, а у нас настолько большая нехватка омега-3, ну, оно постоянно, причем из жирной рыбы, должно конкретной рыбы натуральной поступать. То есть поэтому в таких лечебно-профилактических дозировках мы можем, должны пить омегу постоянно. Но если вы сделаете небольшой перерыв, то ничего страшного нет. Длительные перерывы, конечно, нежелательно, вот, потому что, ну, не можем мы жирную рыбу есть правильную, да еще и в нужном количестве. Это будет большой такой удар по печени даже, скажем так, жир, потому что именно. А здесь у нас выделенные вещества. Так, куркумин, да, куркумин можно пить несколько месяцев подряд, но потом надо делать перерывы, конечно. Если вот какие-то такие вопросы, вот гельминты там, да, из Питера там поступали вопросы, я не могу сейчас в этом эфире все охватить, давайте потом в нашем чате как-то там что-то обсудим, там решим эти вопросы. Ну, я, наверное, в чате тогда напишу свои контактные данные, если надо, людям индивидуально со мной свяжутся. Я благодарю всех за участие, за вопросы ваши, потому что, ну, на вопросы отвечать всегда и мне интересно, и интересно, что именно людей интересует и какие наиболее такие животрепещущие, да, скажем так, проблемы есть. А в нашем чате я прошу вас написать потом, какую бы вы хотели следующую тему прямого эфира. Все, я всем благодарна, спасибо огромное, спасибо Игорю за техническую поддержку. До свидания. Спасибо вам большое. Вам большое спасибо. Большое спасибо. Всего доброго. Всего хорошего. Спасибо.